Привет, друзья! После небольшого перерыва мы вновь собрались с вами для того, чтобы прикоснуться к кусочку истории. Сегодня я расскажу вам про Асмана Гази. И несмотря на то, что у нас есть на канале видео о его личной жизни, в этом ролике речь пойдет о другом. Но прежде чем мы перейдем с вами к информации, прошу поддержать наш канал лайком. Подпишитесь, если вы еще этого не сделали. И нажмите колокольчик, так вы точно ничего не пропустите. Для наших спонсоров информация с номером карты есть на экране и в описании к ролику. Начнем. Первым султаном Османской империи был Осман I, носящий одновременно с этим имя Осман Гази. Важно учитывать, что титул султан правители Османов еще не носили, а Гази – это почетный титул мусульман, воевавших против неверных. Белиджик и Сюгют – византийский, а после 1302 года – Османский город, в котором в 1258 году у Иртугрула Гази и Халиме султан родился будущий основатель Османского государства сын Осман. Он был младшим сыном в семье. Довольно примечательным совпадением с годом рождения Османа является событие, которое произошло в судьбе столицы Аббасидского халифата – города Багдад. В 1258 году монгольские войска под командованием Хулагу и их союзники вторглись в Багдад, разграбили его и сожгли дотла. По разным оценкам, тогда было убито до одного миллиона мирных жителей, а город долгое время стоял в развалинах, что означало только одно – конец Золотого Исламского века. Также, как мы увидели маленького Османа в сериале «Основание Осман», мальчик рос активным, смелым и смышленым ребенком. Уже с подростковых лет он принимал активное участие в сражениях на поле боя плечом к плечу со своим отцом Иртугрулом Гази. Воины племени Каи знали Османа еще с его детства, легко доверялись ему и, несмотря на довольно молодой возраст сына-вождя племени, шли за командиром Османом в атаку в бою. Так повторялось семь или восемь раз еще при жизни Иртугрула. О том, что Осман был необычным ребенком, подростком и юношей, говорит и тот факт, что, несмотря на молодой возраст, Иртугрул направлял сына на переговоры к султану Сельджуков в конью. Некоторые из нас, кто смотрел или смотрит сериал «Основание Осман», задаются вопросом, что это за старейшины, с которыми тайно тот встречается. В реальной истории Осману было доверено участвовать во встречах со старейшинами ордена Мевлеви. Возможно, в сериале имеется в виду как раз эта часть реальной истории. Об этом ордене вы можете почитать в интернете. Информации более чем достаточно, и мы не будем на этом зацикливаться. Скажу лишь, что это довольно почетное, духовное и сильное относительно ислама течение. В телесериале об Османе он видит сон, которому дает толкование шейх Эдабали. Шейх, который изначально отказывался выдавать свою дочь замуж за Османа, услышав этот рассказ, тут же принимает решение о свадьбе. Был ли такой сон в реальной истории и что вообще об этом известно? Конечно, друзья мои, информация о вещьих снах Османа – это всего лишь легенда. Видел ли основатель Османского государства такие сны на самом деле или нет, мы никогда не узнаем. Но легенда такая действительно есть, и не думать об этом мы не можем. Кстати, сам шейх Эдабали – это очень значимая фигура в истории. О нем можно снять отдельное видео, а рассказывать коротко о нем, как говорят, что он является потомком пророка Мухаммеда в проявлении неуважения. Скажу лишь, что он был первым муфтием Османского государства, которое основал Осман. Несмотря на то, что Осман был очень молод, ему едва исполнилось около 20 лет, после смерти Эртугрола именно его вожди племени захотели видеть во главе Каи. Султан Сельджуков подтвердил его полномочия, дав право возглавить Белик в районе Плато-Дамонич. Говорят, что Осман был довольно дипломатичен и сумел выстроить неплохие отношения как с византийцами, так и с тегфурами, находящимися с ним вдоль границ. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта видимая идиллия, если бы однажды пара тегфуров не решились на войну с Каи. В истории не упоминается, что конкретно они хотели, но думаю, что виной всему были земли и торговые пути. Итак, два тегфура напали на Османа в 1284 году. Это было первое серьезное и самостоятельное сражение Османа, которое он проиграл. К тому же в бою был убит его племянник. Такое мужественный воин не простил и уже на следующий год отомстил своим обидчикам, завоевав крепость Кулачахисар и начал поход на север. В 1288 году Осман завоевал еще две крепости, но в одном из боев пал его родной брат. Когда султану Сельджуков стало понятно, что за воин и командир Осман, то он признал его заслуги и специальным указом признал за ним завоеванные территории автономии. В замке Каракахисар, завоеванный Османом в 1289 году, был назначен первый судья Кадиль. А в пятничных молитвах имя Османа Гази верующие упоминали наряду с халифом Аббасидов и султаном Сельджуков. В это же время появилась серебряная монета с изображением Османа, что говорило лишь о том, что появилось государство, которое возглавлял Осман. Султан Сельджуков стал лишь номинальным лицом, которого продолжал уважать и почитать Осман. Интересный сюжет есть в сериале «Основание Осман», и историки говорят, что он чистой воды правда, то есть реально существовал в истории. Но сначала скажу, что показанная в сериале «Дружба» между тегфуром Харман Кая и Османом – невыдуманная история, и историки говорят, что эти два мужественных мужчины действительно дружили. Итак, Осман и его близкое окружение действительно были приглашены на свадьбу тегфура Белиджика, который решил жениться на дочери тегфура Ярхисара. На самом же деле тегфуры хотели усыпить бдительность Османа и убить его. Но тегфур Харман Кая предупредил Османа, и задуманная казнь главы племени Каи не состоялась, разумеется. Но произошло другое событие, показанное в сериале, и оно тоже правда. Осман обманул тегфуров и с легкостью захватил замок, в котором почти некому было оказать сопротивление. Все солдаты были высланы в другое место, где якобы должен был быть убит Осман. Все, кто был в замке, попали в плен к Осману, и среди них была та самая невеста Нилуфер. Девушка встретилась с сыном Османа Арханом, и их любовь прошла через года. Нилуфер приняла ислам, вышла замуж за Архана и родила ему детей. А Осман продолжил завоевание. Забирая себе земли тегфуров, он придумал первый земельный закон, позволяющий раздавать завоеванные земли и кормить армию за счет того, что тот, кто получал земельный надел, платил налог. А когда появились и где монголы? Те самые сериальные бандиты, которые убивали ни в чем не повинных людей и создавали так много проблем Осману. Монголы сыграли в истории первого османского султана важную роль в 1300 году. В это время во главе государства сельджуков стоял султан Алаедин Кейкубат III. Вот его-то монголы и взяли в плен, заключив в тюрьму. Видимо, почуяв страх, вожди разрозненных турецких племен присягнули на верность Осману, желая таким образом получить защиту от монголов. Вот именно основываясь на этих событиях, сами Османы во времена султана Абдулхамида II стали считать этот год официальным основанием Османского государства. Но впереди Османа ждала кровавая война. Византийский император Андроник II решился, наконец, покончить с Османом Гази и направил в его сторону свою армию. Ее благополучно разбил Осман, да вдобавок казнил своего дядюшку Дюндара. Такое решение о казни было принято, основываясь на доказательствах тому, что родной брат Эртугрула Дюндар, отказываясь признавать правление Османа, сотрудничал против него с тегфурами. Надо отметить, что Осман всегда заботился о народе. Он не начинал никаких кровопролитных войн, захватывая новые территории, пока не убедится, что, во-первых, другого выхода нет, во-вторых, мирные граждане максимально в безопасности. Так он завоевал тысячи сердец неверных, назовем их так, потому как они под гнетом тегфуровских налогов сами просили Османа, чтобы он их завоевал. Впоследствии много простого народа приняли ислам и были тюркизированы. Здесь давайте вспомним про того самого тегфура из Харманкая Кесе-Михала, если я не ошибаюсь в имени. Помните, по сериалу его отправил Осман в Бурсу. И, как я уже сказала, он с Османом действительно дружил, вместе воевал, а впоследствии принял ислам. Это историческая правда. Его родословное, между прочим, продолжается и по сей день. Уже к 1317 году командиром войск нового османского государства все чаще становится Архан. Осман продолжал мечтать о завоевании Бурсы, но это было нецелесообразно по соображениям безопасности живущих в этом городе простых людей. В последние годы своей жизни Осман довольно часто и сильно болел. Историки все чаще говорят о заболевании подагры, той самой болезни королей, от которой умирало большинство султанов. И в том числе от нее скончался Сулейман Великолепный. Осман умер между 1324 и 1326 годом. Точно неизвестно. Примерно в 66-68 лет. Эти данные приводит в своей книге профессор доктор наук Экрем Мугра и Кинчи. Правление Османа было долгим. Дольше него во главе Османов устоял лишь султан Сулейман. Осман правил 43 года, а Кануни – 46 лет. Сразу после смерти он был захоронен в Сигюте. Но когда его сын Архан завоевал Токебурсу, тело Османа было перезахоронено там. У нас на канале и есть видео о личной жизни Османа Гази – женах и детях. Скажу лишь, что Савджи Бей погиб в бою. Архан Бей занял место султана, а Лайдин Бей стал первым в истории великим визирем Османского государства. Внешне Осман описывается как человек, носящий очень простую одежду. У него была смуглая кожа и круглое лицо, среднего роста и широкоплечий. Щедрый, справедливый, скромный, набожный. Три раза в неделю сам готовил обед и раздавал нуждающимся. Его скромность была настолько велика, что после смерти его детям не досталось никакого материального богатства. Значимой ли личностью был Осман Гази? Ну, разумеется. Ему удалось создать такое государство, которое стало крупнейшим в мире довольно быстро и продержалось почти семь столетий. Несомненно, это исключительно его заслуга, доказывающая гениальность этого человека. Если другие предпочитали сеять хаос, проливать кровь, сажать в тюрьму, пытать и убивать, то Осман решал вопросы дипломатично, заботясь о народе, прислушиваясь к мнению большинства и уважая советы ученых. Безусловно, о таком человеке, как Осман Бей, следует помнить, говорить, а его историю пересказывать. Завещание Османа значится в истории как Османская Конституция. Это завещание он оставил своему сыну Архану и в нем есть следующие строки. В конце концов, все умрут. Я умоляю вас, забудьте о чем-либо, кроме служения религии. Наша цель – работать на пути Аллаха и распространять его религию. В противном случае, наш случай не является бесполезной борьбой и завоеванием. Поддерживайте справедливость в стране, уважайте ученых, чтобы дела шариата были в порядке. Не гордитесь обилием солдат и имущества. Даже не стремитесь к работе, которая противоречит религии или закону. Будьте добры ко всем. Посмотрите на дела своей страны в полном объеме. Работайте день и ночь, чтобы защитить свой народ и его благополучие. Вот как вы обретаете милость Божью. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк и колокольчик, так вы помогаете нам и дальше развивать канал. А если вы хотите стать нашим спонсором, номер карты банка вы видите на экране или найдете его в описании к ролику. Всем добра! Спасибо, что смотрите!